привет вы на канале денис у микрофона я искренне благодарен всем кто поддерживает канал это очень очень важно и поверьте вы делаете огромное дело помогая рассказывать правду о том что происходит в украине если вы хотите поддержать перейдите по ссылкам в описании под видео и огромное вам спасибо сегодня поговорим о том что не только греко-католики рассуждают о почаевской лавре но и представители религиозной структуры пцу которую свою очередь провели свою конференцию это же думали как бы им так обустроить все чтобы им досталось святыня украинской православной церкви об этом суспильная сняла целый сюжет и я хотел бы с вами посмотреть фрагменты этого сюжета уж больно они интересны и показательны хотя на самом деле смотреть на все это очень-очень страшно так как молитвами преподобных была побудована и почаевская лавра який присвячен наши сегодняшние конференции так веримо что нашими спильными молитвами на стране посторожному украинской православной святыне она есть украинская православная святыня и было украинской православной святыни но здесь не старписок пытается сыграть на таких ультра патриотических чувствах это глава тернопольского филиала религиозной структуры пцу но не раз был героем блогов мы о нем когда-то говорили он там давал интервью он честно рассказывал что если вдруг им даже попала бы в руки почаевская лавра они не знали бы что с ней делать потому что монахов чтобы ее заселить у них просто нет потому они вроде бы хотят но в то же время они не совсем понимают что же сделать с таким счастьем если она вдруг случится ну и он тогда возмущался что с киева печерской лавры там все вроде бы понятно с почаевской уж больно хорошо там оформлены все документы потому забрать ее по его мнению украинской православной церкви будет непросто но это было немного в другом его интервью а здесь здесь разные люди выступали самые разные очень интересные которые высказывали свое мнение давайте послушать багато джерем я снищен и их требует отшукать информацию донести до пересечного украинца чтобы он зрозумевал люди не знают что на месте успеховского собора був троицкий собор троицкий собор який был сбудованный в синодельный период его будил архитектор шусел який пиздеще будил мазелой ленина люди не знают такого что когда лавра была подпорядкована московскому патриархату серьезные гроши выделяли керующему архиерею и в векарню епископу для того чтобы он русифицировал украинцев представляете щусев мавзолей строил а тут почаевская лавра и много этих источников уничтожены нужно искать а самое главное обращаться чаще в информационное агентство ОБС одна баба сказала ведь зачастую вот именно такие новости становятся предметом обсуждения и подобных конференций ну и здесь конечно же оно все строится вокруг а давайте быстрее запретим ОПЦ а давайте все заберем ОПЦ давайте у них все отнимем ну а вообще там такие были идеи ну давайте послушаем в конференции бере участи митрополит луцкий волинский михаил він розповидая на волині з московского патриархату вийшли 150 церков ще 400 залишаються більшість із них на кордоні з білоруссю митрополит каже наявність таких церков на себе спосередню загрозу у країні тому вирішувати питання заборони московского патриархата потрібно на державному рівні норковый михаил зенкевич норковый митрополит который считает давайте-ка запрещать давайте вот он конечно фигура весомая человек который отказался от участия в выборах в последнем туре в 2018 году и тогда был избран сергей думенко но человеку которого невероятные амбиции который там тихонько себе правит в луцке но поверьте видеть себя повыше сергея петровича думенко но о чем же он хочет нам рассказать у него достаточно большая речь достаточно пространная но очень четкое послание которое конечно же мы с вами услышим и проанализируем про зміну юрисдикції печаевський лаврі це звичайно буде залежати від держави в першу чергу і виключно від неї чому від держави а не від чинців чинці з різних регіонів наїхали чи різні регіони можуть поїхати але майно в якому перебувають ці чинці це належить майно українській державі как интересно вот идет такая большая декоммунизация нам рассказывают надо сносить памятники переименовывать площади улицы проспекты но как раз в рамках действия большевиков коммунистической партии вот советского союза первых десятилетий вот все забиралось у церкви это становилось имуществом государства это становилось собственностью государства почему было не провести до конца декоммунизацию не вернуть церкви то что у нее когда-то отняли но здесь рассказывает нам почаевская лавра святыня принадлежит государству хотя это тоже результат коммунизации да неплохо бы провести декоммунизацию ну да ладно ну посмотрите как он легкомысленно рассуждает о монахах они из разных регионов из разных мест мол разъедутся кто куда самое главное имущество которое принадлежит государству громада чинців вона визначается або вона також переходить в православную церкву украины або не звідом виїжджають невыїжджання і залишання лаври може бути лише в одному випадку как так то то есть они либо переходят пиццу в религиозную структуру либо тут же выезжают но оказывается есть лазеечка можно и не выезжать лишь в одном случае в каком же норковый митрополит михаил зенкевич расскажите к нам якщо вся спільнота правосукраїнський православной церкви заявить про те що вона бажає объєднаться с православной церкви украины уж замахнулся так замахнулся замахнулся невероятно ничего себе то есть он хочет чтобы все опыться внезапно заявила обо своем объединении спецу ну да ладно но там же греко-католики претендуют они что же хотят часть они что же говорят по чаю наш они же тоже там хороводы водят вокруг лавры почаевской они что же там конференции проводят гостей возят там изготовят всяческую подоплеку чтобы заявить свои претензии на православный почаев как с ними быть на идеальнейший почаевская лавра на ней претендуют и греко-католики не робили такими поодиноке заявы мы уважаю что майбутнє у великой украинской православной церкви це об'єднання трех гелок православный православный гелок и киев украине це православна церква украины українська православна церква и украинска греко-католицкой церкви если вы посмотрите текст публикации то там он еще говорит что это должен быть один киевский патриархат я даже знаю кого он видит патриархом там некого такого человека в норковом монто но да ладно он греко-католиков записывает православные рассказывают что это тоже православная церковь вот это вот чудеса похоже папа римский смотрит и девицы и думает всегда думал что католическая католики мои они а тут православная но чудеса да и только вот о чем мечтает зенкевич а давайте ко всех объединим и на самом деле есть определенная политическая воля есть определенные политические тенденции не просто так он это говорит это такое вот прощупывание той самой новой унии как же отреагируют люди проглотят ли они это можно ли дальше поднимать температуру в кастрюльке с лягушкой ох зенкевич зенкевич и это еще не все сами инициатива украинского суспільства спонукала церкву зокрема православную церкву украины украинскую греко-католевскую церкву цього року перейти на новости сами суспільство стало рушьем церкви а не церква рушьем суспільство представляете то есть общество может вертеть церковью как хочет общество должно указывать церкви как и что там должно быть интересная такая логика это представитель ПЦУ в Кременце представитель одного из местных религиозных общин который рассказывает что вот она сила вот действующая сила общества люди должны определять не церковым указывать путь не церковых вести ко спасению а люди куда-нибудь вести эту церковь хотят календарь поменяют а хотят да в общем то тут фантазию можно включить любую ну к чему он это ведет те саме стосует цей украинской державы украинские суспільство до цього дозрило а владние керівники до цього не дозріли їхній крок до якого закликає сьогодні суспільство українське заборонити українську православну церкву яка фактично я московського патриархату її діяльність в Україні скажите мне ну какое нормальное общество мечтает о запрете самой большей религиозной конфессии страны но они понимают что у них нет другого выбора к ним не идут люди у них пустые храмы у них абсолютно ничтожная деятельность им нужно запретить для того чтобы захватить им нужно запретить чтобы у людей не было альтернатива у людей будет альтернатива люди лучше уйдут в подполье люди будут существовать не в юридической плоскости религиозных общин но в духовной плоскости духовного единения с христовой церкви но им этого не понять они живут другими какими-то нормами они живут другими порядками для них как вы видите главная стена а люди да кому нужны люди но люди для себя делают выбор и люди готовы готовы класть все на перед собой для того чтобы не придавать свою веру класть все и отдавать только бы оставаться верными богу его церкви это безусловно очень сложный тяжелый выбор мы об этом могли много раз читать в книгах а сейчас мы через это проходим переживаем и как бы это странно не звучало благословенное время гонений когда церковь может вспомнить о своем предназначении когда церковь может вспомнить о том что она должна идти и нести свет что она является этим светильником этой солью миру и действительно она иногда звучит очень парадоксально но наверное есть на то божье благоволение чтобы через все это мы с вами проходили а вот видите какие вот притязания видите какие мысли высказываются и норковым митрополитом его помощниками разными представителями религиозной структуры пцу согласитесь есть над чем порассуждать есть какими мыслями поделиться пишите свое мнение в комментариях поделитесь ссылками на видео поддержите канал подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и до скорой встречи